Около ста юных скалолазов проверили свою силу, координацию и смекалку на городских детских соревнованиях. На скалодроме они проходили трассы в дисциплине болдеринг. Что это такое и для чего дети выбирают скалолазание, расскажем в следующем сюжете. Вот он в данный момент влезет в первую трассу. Из снаряжения только скальная обувь и магнезия, которую спортсмен хранит в мешочке на поясе. Вместо высокой скалы – набор зацепок на стене. В дисциплине болдеринг из них состоят сложные трассы. На прохождение каждой участнику соревнований дается 4 минуты. Я слежу, чтобы заметить, когда участник возьмет либо бонус, либо топ, либо до какого последнего зацепа он докоснется, чтобы иметь возможность определить, кто из них был лучше, кто хуже и какое место в итоге они займут. Топ – это финальный зацеп на трассе, который участник соревнований должен захватить двумя руками и удержать. Для этого нужно быть выносливым, иметь хорошую координацию и уметь принимать стратегические решения. Это идет глобальная подготовка мышления к тому, как пройти трассу. То есть тебе дают определенное количество зацепов, и тебе только с ними надо вылезти, тебе только с ними надо справиться, нельзя хватать, что попало. Надо сначала взять старт, поднять все конечности с пола и только потом брать следующую зацепку. К выходу готовится группа девочек 7-9 лет. Им сложно победить страх высоты. В остальном юные спортсменки мальчишкам не уступают. Девочки, они больше на технику, на гибкость. Мальчишкам любится вот именно на физуху использовать силу рук. Ну, скалолазание можно добиться успеха, если ты пользуешься всеми своими конечностями, частями тела. И поэтому необходимо учить и обучать технике, как и девочек, так и мальчиков. Все, кто приехал на соревнования, любят лазать и не только по стенам. Некоторые ребята выбрали скалолазание для будущей профессии. Многие участники пришли покорять скалодром впервые. Их поддерживают и родители, и тренеры. Спортивное скалолазание впервые вошло в программу Олимпиады на последних играх в Токио. Этот вид спорта стал еще популярнее у детей. Свои скалодромы есть в двух хабаровских школах. Хотелось бы, и мы делаем к этому определенные шаги, чтобы у нас в школах скалолазание тоже включили дополнительные часы, дополнительный вид спорта по урокам физкультуры. Чрезмерно благодарны руководству лицея «Звездной», потому что они пошли нам навстречу и помогли, скажем так, организовать здесь тренировки на постоянной основе, предоставили эту площадку. В соревнованиях участвовали спортсмены из трех хабаровских клубов и одного Владивостокского. За два дня состязаний в лице «Звездном» побывало около ста человек. Дмитрий Павленко, Марина Рожко, Юрий Ермаков. Смотри Хабаровск.